Обугленные стены, практически дотла сгоревший матрас. Пожар начался в этой комнате на третьем этаже рано утром. Огонь перебросился на мебель, наполняя квартиру, а затем и подъезд удушливым дымом. Его почувствовали соседи и сразу же вызвали пожарных. Мы проснулись около полчетвертого утра, потому что соседи стучали нам по стояку, по батареям. Я проснулась, вижу, что моя квартира вся задымлена. Я давая будить свою семью, мы быстренько оделись и эвакуировались из подъезда. А потом уже муж мой увидел, что эта дверь открыта, оттуда валит дым. Мы сначала не поняли вообще, где пожар. А пока соображали, уже подъехали и пожарные, и потом уже скорые. Пожарные были на месте уже через 10 минут после первого звонка. К тому времени квартира полыхала открытым пламенем. В ней находился мужчина и трое детей. Всех их удалось вывезти из помещения и передать врачам, но было уже слишком поздно. Глава семьи и два младших ребенка, двухгодовалая девочка и трехлетний мальчик, слишком долго находились в задымленном помещении. Мужчина уже скончался на месте, смерть была констатирована в карете скорой помощи, и детям оказывалась экстренная помощь, поводкачанная. Но, к сожалению, двое детей оказались без признаков жизни. И одна девочка осталась жива. Сейчас 12-летняя девочка находится в реанимации детской областной больницы. В тяжелом состоянии. Ожогов на теле нет, а вот отравление сильное. Ребенок поступил по скорой помощи в стационар в 5.45 с клиникой отравления угарным газом и продуктами горения с места происшествия. На данный момент состояние ребенка тяжелое, проводится вся необходимая терапия. Сейчас девочку поместили в барокамеру, специальную капсулу для лечения кислородом. Сжатый воздух попадет в кровь и избавит ее от вредных веществ. А полицейские и пожарные сейчас выясняют, что же могло стать причиной трагедии. Гадают об этом и соседи. Семью медиков в этой пятиэтажке в тепличном микрорайоне знали многие. Удивительная семья. И помощь окажут всегда кто-то от чего-то обратиться. Не знаю, я даже не знаю, что вот. Только если вот этот дом старый, капитальный ремонт требует. Я думаю, с проводкой может быть. Это моя депутация. Соседи говорят, в доме уже замыкала проводку. Но что случилось на этот раз, станет ясно лишь после экспертизы. Ее результаты будут известны лишь через 10 дней. Также проверку по факту гибели людей ведет следственный комитет. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. А коллеги и друзья выводов не дожидаются. И уже сейчас делают все, чтобы поддержать семью, которая сама много раз помогала людям. Погибший мужчина работал фельдшером на центральной станции скорой помощи. Сейчас его коллеги организуют сбор средств для его жены, работающей врачом на этой же станции, и 12-летней дочери, которая до сих пор находится в реанимации. Павел Громов, Дарья Анфиногенова, Василий Попурин. Новости Вологды. Новости Вологды. Продолжение следует...